Накануне в России вспоминали трагическую дату День Солидарности в борьбе с терроризмом. Прошло 19 лет, как террористы захватили школу в Беслане. В селе Костахитогорово у мемориала «Скорбящие матери» прошло мероприятие, посвященное памяти жертв трагедии в Беслане. Собравшиеся почти лимитутой молчания погибших и возложили цветы к мемориалу. На траурном мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. «Кто право дал вершить людские судьбы и нежные сердца злой болью наполнять, еще вчера они учить пытались буквы, сегодня свой буквар уже не смогут дочитать». Это стихотворение ученицы среднеобщевразовательной школы села Костахитогорово Зарина Цзанаевой еще раз напомнило всем собравшимся про эту ужасную трагедию, унесшую жизнь 334-х человек, без вина погибших в теракте в школе Беслана. Собравшиеся отмечали, что в этом мире нет оправданий терроризму и тем более по отношению к детям. В траурном мероприятии приняли участие представители власти, общественности и духовенства республики. Каждый из участников выражал слова скорби по погибшим и солидарность противостояния главной угрозе современности – терроризму. «Эти страшные три дня забыть невозможно, как невозможно забыть плачущих женщин, испуганных и раненых детей, круглосуточное напряженное ожидание. Вечным напоминанием о жестокости той трагедии является город Ангелов, где похоронены погибшие дети и жители Беслана, и аллея героев на Николо-Архангельском кладбище, где покоятся спасавшие детей сотрудники «Альфы» и «Вымпела». Это настоящее преступление в отношении самых беззащитных представителей нашего общества. И каждый из нас не забудет этот трагический день в истории нашей страны», отметил глава села Кастахи-Тагурова Арсен Каргинов. «Террористы, осуществившие захват заложников Беслане, Северной Осетии, посягнули на самое святое, что есть в нашей жизни – это дети. Совершились самые циничные бесчеловечные преступления. Вечная память жертвам, героям, отдавшим свою жизнь при исполнении служебного долга и низкий поклон защитникам, которые стоят на страже нашего с вами мира и покоя». После школьники выпустили в небо 334 воздушных шара белого цвета, как символ светлой памяти о безвинно погибших в теракте. «Каждый из нас должен помнить об этой трагедии, чтобы никогда подобное больше не повторилось», отметили школьники. «Такие даты нужно помнить, чтобы подобные случаи больше не повторялись во второй раз, и чтобы люди были бдительнее и внимательнее. Пострадали невинные люди, дети, женщины, старики. И мы не вправе забывать об этом». После участники траурного мероприятия возложили цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане. Альхан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Альхан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаевский район. Альхан Лепшоков.